Всем привет! В этом видео поговорим о том, что страны Прибалтики попали в газовую зависимость от Польши. Вчера польские и словацкие премьер-министры торжественно вели в эксплуатацию газопровод, связывающий газотранспортные системы Польши и Словакии. Глава польского правительства Моровецкий заявил, что ввод в строй нового газопровода позволил снизить газовую зависимость Польши от России. В действительности как раз наоборот. С помощью нового газопровода Польша, лишившаяся ранее постава газа со стороны Газпрома через польскую ГТС, получит возможность получать российский газ в порядке реверса с территории Словакии, которая получает наш газ через украинскую ГТС. Помимо российского газа Польша также рассчитывает в будущем на поставки азербайджанского газа через южный газовый коридор. В свою очередь, Словакия рассматривает новый газопровод в качестве резервного маршрута поставки норвежского газа через территорию Польши. Поляки в октябре рассчитывают на долгожданный запуск в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, который позволит Польше получать норвежский газ вместо российского. Польские власти рассчитывали по газопроводу Baltic Pipe ежегодно получать по 10 миллиардов кубометров газа в год. Однако норвежцы разочаровали поляков, неожиданно заявив, что смогут на первых порах использовать газопровод лишь на 30% от его проектной мощности. Это означает, что полякам достанется лишь не более 3 миллиардов кубов норвежского газа. Для экономики Польши указанного объема явно недостаточно. С учетом прекращения поставок российского газа, имеющихся запасов, польских ПХГ может не хватить до начала весны. Именно поэтому польские власти категорически высказались против идеи Евросоюза добровольно поделиться своими запасами газа с Германией. Полякам самим газа не хватит. В мае этого года министр энергетики Литвы Дайонис Кривис ликовал при запуске в эксплуатацию газопровода GIPL, соединяющего Польшу и Литву. По словам литовского министра, построенный газопровод обеспечит энергетическую безопасность Прибалтики за счет поставок польского газа. Однако прекращение поставок газа в Польшу со стороны Газпрома сразу же спутало планы полякам и Прибалтам. Запущенный с 1 мая интерконнектор GIPL до сих пор ни одного дня не работал в сторону Прибалтики. По данным оператора ЕЦОК, по новому газопроводу на конец августа прокачали 231 миллион кубов газа. Указанный объем получила Польша из Литвы. Польская газовая компания Pagenic предлагала прибалтийским и финским энергетическим компаниям купить у нее газ по бежевой цене, но те от «щедрого» предложения со стороны польских партнеров отказались. Ну а пока поляки продолжают закупать российский газ у европейских трейдеров и закачивать его в свое хранилище по газопроводу Ямал Европа. Что касается Прибалтики, то Латвия в отсутствии поставок газа со стороны России и Польши, с 24-го газа была вынуждена распечатать запасы Инчукалнского газового хранилища. Текущий уровень его запасов снизился до 53%.